Бильярд имеет форму прямоугольного треугольника с углами 30-60-2-90. Из самого маленького угла по медиане к стороне выпустили бильярдный шарик. Понятно, что шарик отразился вот этой стороны, потом еще раз отразится и так далее, и так далее. После скольких отражений он попадет сюда. Попадет сюда, попадет сюда, попадет сюда, попадет сюда, попадет сюда. Нужно нарисовать аккуратно картинку, доказать, что он рано или поздно попадет в этот угол. И более того, узнать после скольких отражений. Я еще повторяю. Выпустили по медиане угла величиной 30 градусов. Этот угол 30 градусов, соответственно, другой был 60 градусов. Бильярд – это значит отрезок, соединяющий вершину середины полонстраницы. Эта задача решается так же, как большинство задач, как бильярд. Задача бильярд. Принцип такой, надо в каком-то смысле встать на точку зрения шарики и представить, что он летит себе по прямой, а вокруг него весь миг все время кувыркается, отражается. Вы видели съемку на автомобилях, может быть у кого-то есть регистратор? Нет. Видели? Замечательно. Что происходит, когда автомобиль поворачивается? Ир поворачивается. Совершенно верно. А вот здесь надо именно так и сделать. Надо, чтобы шарик летел и прощался. Известился. А низ вокруг него. Чтобы все отражалось. Половинка равностороннего, то есть треугольник с углами 60 и 30, и 90 градусов. Да. Акразин нужно. Тогда смотрите. Нет, не надо ничего смотреть, надо просто рисовать. Коль, надо рисовать. На самом деле это летит в эту сторону. Но если мой акразин, отойдите на вертикатры и мой. Да. Вот так. Получится такая картина? Ну, чуть-чуть ниже. Вот ты скривил этот путь. Он тебе как-то немножко... Нет. Вот здесь, да. 60, 60, 60. И надо просто продолжить. Да, надо действительно продолжить ту линию. И здесь вот здесь, да. Да. Теперь надо поднять вот этот другой. Получится вертикальная прямая, да. Так, здесь 30, 30, 30, 30, то есть здесь уже 90. Теперь надо вот этот равносторонний треугольник отразить целиком. Здесь? Да. И вот тут. Да. Теперь опять надо отразить. Совершенно верно. Ну, я не уверен, что на это так пройдет. Смотрите, она была медианой в маленьком треугольнике. Значит, она же медианой в чуть больше. Да, совершенно верно. Вот это мы знаем. Почему там дальше пойдет, я не понимаю. Дальше не пойдет. Смотрите, у вас здесь 60, да? Так? Да. И здесь 30? Да. Здесь 30? Да, да, конечно. Поэтому это равносторонний треугольник. Это точка, это точка. Да, пожалуйста. И что? Здесь? Что это и дело? Это равносторонний треугольник. Да. И поэтому пройдет чуть-чуть выше, чем вершина. Да. То есть вершина будет чуть-чуть ниже, чем идет наша линия. Кстати, это и на картинке у тебя так. Да, да, да. Вот, именно так. Теперь надо отражать дальше. Теперь надо отражать чисто этой стороны. Да. Надо, чтобы попало в вершину. У тебя уже пошло на девятое отражение. Проблема в точном чертеже. Доказать мы потом все докажем, лишь бы увидеть на самом деле, как что проходит. Объясни, почему придет именно туда, а не чуть выше, не чуть ниже. А, это надо было бы не сказать? Да, это и задача по диаметрии. Надо доказать, что попадет именно в ту точку. Что если начали с медианы, чертеж мы сделали. Молодцы. Если взять такой треугольник, треугольник с планами 30, 60, 90, и вот так вот его откладывают. То есть все эти треугольники, это, представляете, это надо поставить, но по форме и размеру они не знают. И здесь мы провели идеально. Надо доказать, что она пройдет с точностью через эту точку. Достаточно доказать, что точка, которая, ну, эта прямая попала в эту шину, она располагается строго над нижней правой точкой. И там 90 градусов. На самом деле должны провести вот такую вертикальную прямую. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот здесь он 30 градусов, а это значит, что здесь 60. Ну и у вас есть равновесторонние треугольники. У вас все треугольники равновесторонние почти. Вот это треугольник равновесторонние. И надо понять, что этот треугольник тоже будет равносторонним. Это так, потому что, смотрите, у вас есть там 30, значит 60. Здесь 90, вот там 30, значит здесь 60. Это равносторонний треугольник. И вы должны просто заметить, что вот эти отрезки так выглядят. Ребята, вот так окончательно рисуется наш картинок. А теперь, не знаю, мне кажется, что все понятно стало. Спасибо. 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 . Спасибо.